Драгоценность была в шкатулке. Центрит собирался её взять, но кто-то ему помешал. Завязалась схватка, и в итоге кто-то выпал из окна. Он должен был разбиться. Драгоценность всё ещё здесь, значит этим кем-то был сам Центрит. Так это следователь. Ведьмак, верно? Да. Мы вместе обнаружили тело. А затем он пошёл по следу убийцы. И попал сюда. Но здесь я нашёл только следы борьбы. Кажется, с последней жертвой Центрит не справился. Жаль только с Сисилией это уже не поможет. Бедная девушка. Я всегда говорила ей, что она выбирает не тех мужчин. Но я подумать не могла, что она приведёт сюда убийцу. Я скажу прислуге, пусть сейчас же займутся её телом. Мы же давайте присядем, и я расскажу вам всё в подробностях. Я застала его за кражей. Он рылся в моих вещах, выискивая ценности. И что? Ты вызвала стражу? Нет. У меня не было времени. Он же мог сбежать. Он как раз стоял ко мне спиной, так что я напала сама. Он ударился головой о раму картины. У него хлынула кровь, он был в бешенстве. Вытащил нож. А потом всё пронеслось, как в тумане. Я сумела выбить в него нож, оттолкнула его, а он... Выпал из окна. Именно так. Неразумно вступать в схватку с вооружённым преступником. Потому что я дама, и ношу платья, а не доспехи. Я умею о себе позаботиться. Шпилька для волос может и выглядит как украшение. Но если её вогнать в глаз, она убивает не хуже меча. Значит, когда вы вошли в комнату, этот человек воровал ваши вещи? Он стоял над моим туалетным столиком и разглядывал украшения. Угу. Он пришёл за этой вещицей. Я нашёл её здесь же. Но это же сердце Тусэнта. Ариана, откуда оно у тебя? Я купила его много лет назад. У какой-то молодой женщины. Почему это украшение так важно? Сердце годами принадлежало моей семье. Потом оно пропало. Вот уж не думала, что оно найдётся. Похоже, кто-то очень хотел его найти. Вор оставил сумку с инструментами, а внутри был этот рисунок. Взгляните. Сердце Тусэнта очень точно нарисовано. Центриц работал на заказ и отлично знал, что ищет. То есть... То есть мы ищем не его, а его заказчика? Это наша единственная улика? Есть ещё оружие, с которым он напал на Ариану. Охотничий нож для свежевания дичи. На рукояти какой-то герб. Это родовой герб Дунтыне. Хозяин этого замка – страстный охотник. Может быть, пойдём по этому следу? Дунтыне. Я помню это место. Несколько лет назад оно было заброшено. Не так давно туда вернулся последний наследник рода Родерик. Поселился там и восстановил замок. Ты знаешь что-нибудь ещё об этом Родерике? Его дедушка был советником королевы Адемарты. За службу его семья получила эти земли. Родерик нелюдим. Избегает людей, удовольствуется компанией нескольких рыцарей из дружины. Если только их можно назвать рыцарями. Это разбойники с гербами на щитах. Ариана, надеюсь, что всё, что здесь было сказано, вы сохраните втайне. Если станет известно, что кража закончилась неудачей, то заказчик может от нас уйти. Так что надо действовать осторожно. Молчание важно для всех нас. Я не спрашиваю о ваших делах, но надеюсь, что и меня больше никто не будет беспокоить. Прошу меня простить. Госпожа Ариана, можно вас на два слова? Простите, я на минуту. Что ты думаешь об этой Ариане? На свете мало людей. В чём присутствии я ощущаю беспокойство. Но рядом с ней мне становится не по себе. Рисунок сделан на той же бумаге, на которой написаны имена жертв вампира. Его нарисовали теми же чернилами. Похоже, это работа наших шантажистов. Значит, они заставили бестию убивать. А кроме того, украли Сангриаль и попытались добыть сердце Тусента. И виной драгоценность напрямую связаны с тобой. Что-то мне не верится, что это случайность. Я бы сказал, что следующей частью плана может стать покушение на твою жизнь. Это может быть кое-что другое. Среди заговорщиков может быть моя сестра, Сиана. Её отлучили от двора, когда мы были ещё детьми. Мои родители её изгнали. С тех пор я её не видела. Почему ты думаешь, что твоя сестра замешана в этом? Понимаешь, она всегда была собственницей. Она всегда завидовала, если у меня было что-то, чего она не получила. Я думал, так всегда бывает между сёстрами. Верно. Я ведь тоже в долгу не оставалась. Иногда мне очень её не хватает. Кража моего вина была первой уликой. Это очень в её стиле. Она любила утереть мне нос. И я окончательно убедилась после сердца Тусента. Она получила его в подарок от отца. В те времена, когда родители считали, что она просто непослушная девочка. Если кто-то захотел сначала получить моё вину, а после украсть фамильную драгоценность, то это, скорее всего, была моя сестра. Причудливое желание опальной княжны. Похоже на правду. Почему твою сестру изгнали? Сиана была проклята. Твои родители столкнулись с чародеем? Нет. Она родилась в дурной час. Говорили, её коснулось проклятия Чёрного Солнца. Геральт, скажи, это правда? Люди могут быть злыми только потому, что родились не в ту лунную фазу. Случаи с Чёрным Солнцем возможны. А может, всё потому, что к ним с самого рождения относятся как к прокажённым. Наверное, ей было нелегко. Она... Она была зла на весь свет. Чувствовала себя хуже других, но скрывала это под маской самоуверенности и наглости. Она... Бывала жестокой. Помню один такой случай. Она внушила Седрику де Кульберу, что во сне она может предвидеть будущее. Мы были ещё детьми, а брат Седрика был в меня влюблён. Это было невинное детское увлечение. Сиана об этом знала. Она сказала Седрику, будто ей приснилось, что он погибнет от рук собственного брата. Седрик стащил у отца меч и зарубил брата. Она загубила этой шуткой две жизни. Седрик не простил себя по сей день. В конце концов, ей пришлось покинуть дворец много лет назад. И всё это время я тосковала по ней. Твоя миссия обретает новое значение. Отправляйся в Дунтыны, и если Сиана всё ещё там, найди её. Несмотря на то, что она сделала, волос не должен упасть с её головы. И ты позаботишься об этом. Если она там, я найду её. Очень на это надеюсь. Я хочу с ней поговорить, как сестра сестру. Ваша милость, Геральт, я хотела вам представить... Регис, какой сюрприз? Я не знала, что ты в Баклере. А это... Мой близкий друг, Детлов Вандер Эротайн. Он прибыл из Нозаира. Мы вместе помогаем присутствующему здесь Ведьмаку. Ах, вот как. Но что вы делаете здесь, у Арианы? Они заглянули ко мне, решив устроить сюрприз, и я пригласила Региса на бокал вина. Мы знакомы. Очень-очень давно. Кажется, вы двое тоже старые знакомые, и даже... друзья? Мало на кого я могу рассчитывать так, как на Региса. Надеюсь, он то же самое думает обо мне. Интересно. Похоже, противоположности и правда притягиваются. Не дай себя обмануть, дорогая. Геральт истинный кладезь достоинства. Дергон скрывает их от мира. Помнится, вы говорили, что помогаете ему с заказом, подозревая, что речь идет о бестии. Мастер-Ведьмак, может, вы развеете мое любопытство? Каково это, стоять лицом к лицу с чудовищем, когда есть только два выхода? Убить или быть убитым? Я вовсе не на каждое чудовище бросаюсь с мечом. С некоторыми достаточно просто поговорить. Интересно, что такой монстр захотел бы тебе сказать. Может, попросил бы прощения? За что же монстру просить прощения у Ведьмака? За то, что убивал. Однако порой у монстров нет выбора, особенно если надо защищать близких. С людьми все то же самое. Иногда ты вынужден убивать. Ты это понимаешь. Наверное, поэтому ты друг Региса. Если я правильно тебя понимаю, ты бы предпочел помочь чудовищу, а не убивать его. Да, если это возможно. По крайней мере, я бы попытался. Довольно разговоров о Ведьмачьем ремесле. Регис упоминал, что ты родом из Назаира. Я была там в детстве. У вас приятные воспоминания? Великолепные. Я помню, я была в восторге от местной моды. Больше всего мне нравились эти платья с глубокими разрезами. Похоже, у нас кончается вино. Я пошлю в погреб за новой бутылкой. Позвольте, я схожу. Регис, ты мне поможешь? Ты разбираешься в винах гораздо лучше меня. Сейчас вернемся. Невероятная беседа ты не находишь? Вампиры, ведьмак и княгиня Тусэнта. Весьма, Регис, весьма невероятная. Надо поговорить. Ты с ума сошел? Ты привел сюда Детлофа. Геральт, позволь, я тебе объясню. Это я тебе сейчас объясню. Он опасен, а ты взялся за ним следить. Дорогой мой, именно это я и делаю. Детлоф верит, что ты выполнишь задание и никого больше не убьет. По крайней мере, пока в его руки не попадут люди, похитившие Рену. Это Риана. Она правда твоя подруга? Ей можно доверять? Мы познакомились давным-давно. Еще до знакомства с тобой и до того, как она села в Баклере. Я ее много лет не видел. Я... Я тебе про нее расскажу, но... при более удобном случай. Вы двое оказались здесь не случайно. Я бы назвал это удивительным стечением обстоятельств, но... нам помогла услужливая птичка. Угу. Слушай меня внимательно. Мне удалось узнать, где шантажисты. Они сидят в замке Дунтынны. Замечательно. Если они там, то и Рена там же. Княгиня подозревает, что в этом деле замешана ее давно пропавшая сестра. Возможно, она связана с шантажистами. То есть теперь ты должен вытащить оттуда двух девушек? Именно поэтому нельзя рассказывать об этом Детлофу. Он жаждет мести. Геральт, поверь мне, я могу на него... Нет, Редис, мы не можем рисковать. Задержи Детлофа, а я отправлюсь в Дунтынны. Один? Один. Потому что тогда я буду уверен, что ни с кем ничего не случится. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Ладно, я займусь Детлофом. Удачи, мой друг. Чудесно, Детлоф. Я рада, что ты напомнил мне об этом. О, а вот и вы. Долго же выходили. Выбор вина вовсе не такая легкая вещь, как кажется. Особенно, если пить его предстоит столь известным дамам. Редис, как всегда, Галантин. Тем более, я сожалею, что не допью с вами эту бутылку. Обязанности зовут. Ваша милость, было очень приятно. Благодарю за помощь, она неоценима. Геральт, ты меня проводишь? Спасибо. Спасибо. Детлоф. Я не очень хорошо его знаю. Он рассказывал о себе? Немного. Но я чувствую, каковы люди на самом деле. Иначе я не выжила бы при дворе и неделе. И какой он? Чувствительный, грустный, носит в себе какую-то трагедию. Но это хороший человек, только потерянный, потому и кажется таким мрачным. Не ожидал, что сегодняшний вечер закончится вот так. Это правда. Но я вытащила тебя не на романтическую прогулку. Я хотела убедиться, что ты знаешь, что тебе делать. Знаю. Я отправляюсь в Донтыны. Тебе помогут мои гвардейцы. Они будут ждать тебя на мельнице графа Делла Круа. Это на реке Санс-Ретур, недалеко от Корчмы Куралиск. Дамьен и его люди будут ждать тебя в полночь. Вместе вы атакуете замок. Дамьен и его люди